День за днём Медицинские работники принимают поздравления с профессиональным праздником В сельском поселении установили новый детский городок Игровой бум в детской библиотеке Кожаный мяч нашёл своих чемпионов А теперь подробнее об этих и других новостях 14 июня в России отмечается Всемирный день донора Этот праздник посвящён всем, кто сдаёт кровь для спасения человеческих жизней Потребность в переливании возникает в мире ежесекундно Вообще же донором может стать каждый здоровый человек с 18 лет Для этого нужно прийти в медсанчасть, взяв с собой только паспорт В Десногорске за всё время существования пункта переливания крови Дали кровь более 5000 человек В настоящее время на учёте в пункте переливания стоят 385 доноров Профессия врача – это не просто профессия, это миссия Люди доверяют ему самое дорогое – здоровье и жизнь 17 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник Этому событию было посвящено торжественное собрание в медсанчасти номер 135 Подробности далее Медиков Десногорска пришли поздравить представителей администрации Городообразующего предприятия и Смоленской областной думы Много тёплых слов звучало в этот день в адрес людей в белых халатах Самые важные слова своим коллегам сказал начальник медико-санитарной части Алексей Азаренков Наша с вами профессия является самой трудной и самой благодарной В этой профессии нет случайных людей, если они попадают, то ненадолго Самое трудное в нашей с вами профессии, профессиях Это ежедневно, ежечасно принимать решения, которые касаются жизни и здоровья пациентов Необходимо разделять боль с людьми, при этом вселяя им надежду Смоленская АЭС долгие годы сотрудничает с медсанчастью и оказывает ей шефскую помощь За это время реализовано много совместных проектов по улучшению медицинского обслуживания населения города В планах множество новых За многие годы мы идем с вами вместе, одной дружной семьей Спасибо вам за ваш нелегкий, облагородный труд Хочу пожелать вам в первую очередь здоровья Ко дню медицинского работника среди детей дошкольного и школьного возраста Проводился конкурс рисунка, посвященный этому празднику Победители на торжественном собрании получили грамоты и призы Ежедневно медицинские работники на своих плечах несут тяжелый труд и ответственность за жизнь и здоровье людей В этот день они заслуженно получили грамоты и благодарственные письма От руководителей города и области Федерального медико-биологического агентства Смоленской областной думы и Десногорского городского совета Нагрудным знаком золотой, серебряный и бронзовый крест Наградили пять медицинских работников Двое получили нагрудный знак Бурназяна Еще пять – благодарность министра здравоохранения Старшая медсестра хирургического отделения Ольга Безюкова Была отмечена особенной наградой – отличник здравоохранения Большое спасибо, что оценили мой труд Я думаю, это не мой только труд, а нашего всего коллектива Работников медико-санитарной части в этот день радовали своим творчеством Воспитанники детской музыкальной школы, ансамбля народной песни «Забава» и Алевтина Демина День медика – праздник не только врачей, но и всех жителей планеты Земля Так как от работы служителей Гиппократа зависят наши с вами жизни 30-километровая зона Смоленской АЭС включает в себя более десятка сельских поселений Многим из них предприятия атомной отрасли оказывают шефскую помощь Практически каждое поселение имеет свою многовековую историю В нашем сюжете мы расскажем вам, какой подарок получила Сырокарение к своему юбилею В Сырокаринское поселение входит 17 деревень Росхольфского района 11 июня поселение отметило свое 250-летие со времени образования В честь этого события в деревне Новоселки прошла большая праздничная программа На площадке около дома культуры собрались почти все жители деревень и гости из Десногорска, Смоленска и Брянска На празднике было очень много молодых семей с детьми разных возрастов Именно для них организаторы праздника пригласили веселых аниматоров, которые полностью захватили внимание детворы Такое количество молодежи в Сырокаринском сельском поселении говорит о том, что деревни живут и развиваются Это очень здорово, что в деревне есть особенно молодое поколение, которое стремится к тому, чтобы развивать свои сельские поселения С учетом того, что территория России огромная и в недалеком прошлом произошел исход из сельского населения в города И сейчас просто необходимо развивать сельские поселения для того, чтобы молодежь оставалась, трудилась И прежде всего главное сделать уютными такие сельские поселения Десногорские предприятия Атомтранс и СС-сервис оказывают шефскую помощь жителям этих деревень Поэтому юным новосельцам они подарили большой спортивный и здравительный городок Шефам доверили почетное право разрезать ленточку и открыть площадку для маленьких спортсменов Теперь для них на все лето появились новые занятия и развлечения Директор Атомтранса, депутат областной думы Михаил Лосенко считает, что в настоящее время молодежи в первую очередь необходима поддержка Я вообще-то деревенский родился в деревне, я понимаю трудности в деревне Но уверен, не только в деревне, а и в Десногорске Надо помогать молодежи, молодежи, молодежи И вот такие праздники, вот такие детские городки, это замечательно Я очень доволен своим помощником Синовоза, Геодором Николаевичем Вместе мы делаем хорошее дело Завершился праздник торжественным вечером, на котором чествовали старожилов поселения, активных жителей, многодетные семьи Спонсоры и шефы получили благодарственные письма и сувениры В период летних каникул сотрудники библиотеки проводят для воспитанников детских лагерей интеллектуальные конкурсы и викторины С большим интересом ребята принимают в них участие Что на этот раз подготовили библиотекари, узнаете в нашем следующем сюжете Школьникам необходимо основательно отдохнуть на каникулах и получить заряд энергии и бодрости на весь следующий учебный год Чем и стараются помочь сотрудники детской библиотеки Они ежедневно ждут в гости участников летнего лагеря 14 июня они подготовили интерактивно-развлекательную программу Ребята участвовали в викторине, угадывали отрывки сказок, мультфильмов и песен Увлекательная викторина оказала положительный результат на ребят и подарила веселые эмоции всем присутствующим Понравилось Отгадывали музыку, загадки и фразы из каких мультфильмов Отгадывали загадки по мультикам, отгадывали мелодии из каких-то мультиков Сотрудники библиотеки такими мероприятиями стараются привить любовь к чтению детям, особенно летом Ребята вспомнили детские сказки и как будто побывали в гостях у любимых героев Ранее мы уже рассказывали о ежегодном турнире по мини-футболу «Кожаный мяч» И вот он завершился Кто же стал лучшей дворовой командой города в этом году, узнаете в нашем следующем репортаже На протяжении двух недель мальчишки сражались за кубок и звание чемпиона Игры проходили по кругу в трех возрастных группах Каждая команда сыграла четыре матча Три в групповом этапе и финал за места Борьба была напряженная и бескомпромиссная Юные футболисты старались отыграть по полной Оборона неслась в попытке забить свой победный мяч А защита и вратарь делали все, чтобы этого не допустить В итоге две финальные игры завершились только по серии пенальти Все как в большом футболе Пот, слезы и радость 15 июня состоялось награждение всех участников турнира Началось оно с развлекательной футбольной программы для мальчишек Где они смогли размяться и посостязаться в скорости и ловкости И хотя статус сильнейшей команды уже был определен Ребята все равно боролись с азартом На торжественном награждении участников турнира Поздравил председатель профсоюзного комитета Юрий Кузнецов И вручил подарки По мнению главного судьи Николая Шабурова Все команды выступили на турнире достойно Ребята играли очень корректно Уважают друг друга Грубости не было Все было хорошо Приятно провели турнир празднично Я призываю всех детей записываться в секции футбола Ждем их всех И хотим, чтобы они вырастали хорошими футболистами В своих возрастных категориях третье место заняли команды Десна 08, Десна Фок и Энергия Вторыми стали победа Юнфуд Атом Победители турнира и обладатели звания лучшей дворовой команды Фантом, США номер 2 и Енисей Мы победили по серии пенальти И вот мы заняли первое место Эмоции нельзя сказать словами Чувствуется, что у нас тоже есть хорошие ребята Которые способны играть в футбол на более высоком уровне Кожаный мяч 2018 завершен Но в следующем году будет новый турнир и новые чемпионы На сегодня это вся информация Все самое актуальное и интересное вы сможете увидеть на сайте Десна Дефис ТВ.ру С вами была Алина Сазонтова Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин